всем привет добро пожаловать на мой канал и мы с вами продолжаем наше замечательное приключение Half-Life Black Mesa VR так и в прошлой серии мы остановились на том что убили здесь где кстати труп этого существа делал может его разорвало я не помню я помню что он по-моему попал в рот и его как типа во рту у него его кислота же взорвалась короче прыгала огромная туша плевалась меня кислотой но мы сейчас ее заводили а то не она труппешник лазером печется возможно ну ладно так как нам безопасно спуститься так насколько я помню где-то там в комнате кстати братишка где ты делся да там текстуры так и не появились я не знаю почему но да ладно так и там в комментариях я видел кто-то говорил о том что Black Mesa VR типа что проходим а если я начал ну возможно это и так ну чё я попробую пока мне все нравится пока у меня проходить получается ну будем будем пробовать а там посмотрим как выйдет во все как раз и насколько я знаю что второй Half-Life и первый второй эпизод нормально полностью проходим и своих мы пройдем сто процентов ну а Black Mesa настолько сколько сможем во всяком случае а что не сможем может быть тогда добьем не знаю VR-моде оригинального Half-Life если будет такая возможность либо же короче посмотрим зачем будем думать о проблемах по мере их поступления так как бы мне слезть так что не не разбиться я хотел бы так да и в этом видео фов слева и справа должен быть по идее чуть меньше потому что я там замечал на том видео что иногда при моих резких движениях вот где-то снизу там сверху где-то с краю кадра может как появляется такой черная немножко как чтоб типа кадр заканчивается вот я попробовал со 130 делать на 120 ну и сверху и снизу в общем как бы фол со 130 на 120 переместил посмотрим что из этого будет пишите в комментариях как лучше как хуже больше видно меньше или вообще ничего не меняется так да ага это вот гораздо наше безопасный спуск суда так тут патроны патронов в принципе достаточно так а куда нам дальше собственно путь то свой держать это 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 хаткравда то и то и к этому туши это здоровая тварь и но ладно так собственно а куда нам надо ты там 4 язычок не высокоишь очень слушаешь наелся да кстати спасибо большое человеку комментариях который сказал мне как называется те пришельцы которые прошу серию выбивал дверь а а и стрелял вас непонятной зеленой энергии магией что-то было у него вот фартигоны вот теперь я буду знать что до этого в принципе слова для меня связаны с алфайпом это фримен хаткрабы джимэн каскадный резонанс так ага так мне как-то не на ту сторону надо я вижу по-моему мы можем там проплыть не больше ни двери ничего нету то будем и нету в принципе не глубоко а не можно дарнуть все же так ага вот эта лестница так интересно тот охранник не охранник с нами не явно не идет это все я думаю могут конечно быть еще какие-то там глюки баги из-за того что это вот модификация собранная на сорвусе насладиться блокмастер в VR и соответственно я думаю какие-то там моменты анимации скрипты что-то может не работать не только такое как например та дверь которая не открывалась и не начиналась прогрузка следующая локация а так что даже вот там как вот с мостом был глюк как вот там думаю некоторые NPC могут там ходить или не ходить куда надо не надо так о бля ну ладно братишка зачем тебя вообще начал трогать покосишь нет так так я выключу фонарик ну и что это тоже хоть крат ну да я не знаю ну тут наверно огромную царь просто разорвала той кислотной желчи которая переполняла так так посвободнее будешь так 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 ничего так нормально нормально так 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 максимум ну да ну да ну да ну да хорошо проработано во мне этот мод один фиг очень крут ну так как бы взято как бы ну самого мода изначально на халфай второй то что здесь есть вот передарядка не просто анимация ты сам скидываешь ему достаешь вставляешь и перетеркиваешь в затвор если надо ну сейчас я просто зря выкинул патрон но да ладно так так куда это я собственно пришел куда мне надо как отсюда выбраться и вообще чтобы до сих пор понимаешь что происходит мы построили мы этот эксперимент с одним каким-то непонятным камнем произошел каскадный резонанс это я думаю так так провод блин так провод немножечко в натяжку секунду о шах произошел этот каскадный собственно резонанс начали открываться какие-то непонятные я не знаю что это там порталы не порталы откуда лезут разные пришельцы в виде хаткрабов квартигонов и всяких еще непонятных местных созданий а а а какая музыка что не захотелось сохранить а а а а и 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 А вот в диале, прям чё-то как-то, в общем, высоко довольно. Так, дейвимся ещё раз. Хорошо, чувствую, загружаться мы сейчас будем, возможно, не один раз. Или руками можно было как-то бедно. Ну, на всякий случай был пистолет, потому что мне хочется цепиться до края ящика. Ну, получается, не... Оп, с ускорением надо, да, делать всё... Оп! Оп! Блин, ну, как бы, мозг высотой обманывается. И честно ли, особенно, когда ещё этот ящик у тебя под ногами колышется, ну, довольно не такие стрёмные ощущения. И вот, как бы, ну, организм реально реагирует так, как будто ты находишься на высокой высоте и к неусочном положении, и пиаре очень, не очень комфортно находиться здесь. Поэтому я хочу побыстрее двигаться вперёд. НЕТ! Сейвимся на каждом ящике, я думаю. Нет, опять я не ускорил. Я знал, я знал, что это будет сложно. Так, 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 так. Не встань бегать, не надо всегда бегать. Оп! 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 Так, всё, сейв. Так. Это ещё какой-то, что ли, секретный ход есть, что можно прыгнуть на вот эту... вот эту обломанную балочку, так сказать, на те два кондиционера. Да, конечно, допрыгнула с кондиционера, уже вон туда, в ту дверку. Но знаете, нет. Я, мне кажется... Я, мне может... Не, мне кажется, по сюжету мне сюда. Ух! Не, вы, петь! А-а-а! А, в VR-е, мало того, что это, как обычно, вот эти все прыжковые упражнения сопровождаются раздражением от того, что ты просто тупо погибаешь из-за каких-то недопрыгов или неумения персонажа там хвататься за край, а в VR-е эти сопровождаются небольшими, такими, как бы, ну... реакциями организма, мини-паники, как бы, мозг, мозг... Все же, я хоть как человек уже довольно привыкший к VR-у, но периодически мозг как-то так подоманывается. И он, в принципе, всегда подоманывается, потому что здесь уровень погружения совсем другой в сравнении с плоскими играми. Вот. Короче, иногда страшно. Страшно. Вот. Все, что я хотел сказать. Так, сейв. По-любому. Фух. Я думал, что перелет будет. Нет, нет, нет! Фух. Да. Фух. Слава богу. Сейвемся. Так, прыжка не покончена. Я смог. Я справился. Фух. Оно как-то аж немножечко, да? Вот в такие моменты, знаете, когда вот даже, ну, как бы, я оцениваю себя человека как довольно такого привыкшему к VR-у, и ты не особо имеешь большие проблемы в плаче, как многих людей там, укачивает, поташнивает от него. Вот в таких моментах, когда вот какие-то моменты, как, знаете, с высотой, прыжками, вот это, с какими-то типа неустойчивыми объектами у тебя под ногами, а меня все равно вот даже в такие моменты меня как бы начинает немножко, ну, вот какие-то эффекты, знаете, как-то подстармливание начинать. Но, слава богу, тут слабо. Но для некоторых людей, я знаю, это может быть серьезной проблемой и прямо реально тошнит. люди прямо потом часами отходят от их VR-а. Так, тут у нас как бы врагов нет. Хрен-я-праздно, нахрен-я, долплю все ящики, что я у них еще? Патронов у меня достаточно. А закрыть? Нет, никак, нет. Ладно. Один патрончик я потратил вообще-то, ну, я вот скинулся, если на это не... Так. Ладно. Уже она... Она из-за нового патроны, так, а сейчас я сильно быстро... Ага, сильно близко, немножко к стене уже встал. Точнее, к шкафу. Да, и как же хорошо, что при записи вот не отображаются все эти мои, ну, защитные барьеры, то есть, как бы... Ну, это правильно отображаешь, что ты заканчиваешь? Я уже, ну... Немножко у меня расположение комнаты сместилось, значит, это... Вы, конечно, ничего не видите, но я сейчас на самом деле ощупываю эти стены, столы, диван, диван, кровать, люди сляют, ну, чтобы все точно было там, где мне показывают окулус. А вы этого, естественно, не видите, это очень хорошо. Потому что я думал, как бы... Ну, оно иногда, как бы, самого себя отвлекает, как бы, от погружения полного в игру, но это необходимость, чтобы не повредить себя и объекты вокруг. Вот. Но я думал, как же херово это будет, потому что, как бы, для зрителя это, двигаемся дальше. Какая-то садишься, никого нет, это как безопасное себя чувствую, у меня сейчас это комфортно здесь, или как бы, я думаю, только стоило сказать... Господи. Только я сказал. Это было немножко стрёмно, потому что эту тварь я видел до этого только один раз, и атаковую из-за угла расстрелял. Ну, он мне ничего не сделал, он просто на меня бежал, он так, мне было так страшно, что с 11 метров бежит, что он просто со мной сделал с этой своей огромной малиной внутри. Какая меф... Зачем? Гордон! Не бьи меня. Собака? Обезглавленная собака, которая две лапы, и третья лапа вместо хвоста, с огромной малиной внутри, лековникой. Ну, что это так, существо так выглядит, я не знаю вообще, кто это, что это. всего в достатке. Так, провода, как бы мне тебя расположить, чтобы ты мне не сильно мешал, зачем ты меня сегодня так умаешь? Ага, а вот так мы тебя перекинем. это мы на другой стороне, где был этот кислотный плевун. во-во-во-во-во. Только не падай, не хочу. Так, мне за можно, получается, не доставать мою, compliance ящик, потому что я просто на землю кидаю. Так, вообще круто было, Если бы Шлемы были уже Полностью беспроводные Мест может работать, я могу его подключить в беспроводном режиме Но Есть один нюанс Как бы Все зависит будет от скорости вашего Вайфая, интернет-соединения Для этого обязательно нужен вайфай 6 И как бы Он и близко не обеспечивает Того качества изображения Которое обеспечивает провод И как бы, ну в принципе Там все можно выхожу, но Если вы хотите в большом разрешении С максимальными настройками играть Довольно печально А отдельных, как бы, таких донглов Так и нет Был какой-то один вариант Длинка еще для квеста второго Но, насколько я знаю, печально работало Хуже даже, чем этот Вайфай Слышите, собака Хотя, ну Просто застрелю Раз ты ничего не хочешь делать Здесь я просто застрелю Вторая собака Я не знаю, они никак на меня не афицируют это Возможно, конечно, из-за того, что это морт этот Но посмотрим, не знаю Я не очень расстроен Как бы на меня Непонятные мерзкие солдания Не кидаются Нет, конечно, это будет печально Если там что-то дальше Враги вообще Не буду со мной воевать Такого бы мне не хотелось Естественно Никого еще больше нет Ну, пусть он не сидит еще в этом В баке Так Сейчас я дам в лифт Я понимаю, да? А что происходит? О, фу Я думал, мы в битер Застряли А это, извиняюсь Что было? Кто его утянул? О Давай тебе, без моего участия Поумирай А можно как-то выключить? Да то сейчас на всех убьет, кто там, кто-то включил меня, а я бы это очень сильно не купил Мне кажется, или здесь как... кто это? По-моему, какие-то жутчайшие аномалии там, я не знаю, я не знаю Алло, друзья! Это я, открывайте! Сзади, сзади, сзади! Он вот целиком сожрал Это от ступени, от уровня того, насколько они головне зависят, они там хэдхраббикой, головешку или целиком тебя заглотят, да? Так, ну так разбить Монтировка, это какое-то... А, не, не, не пробиваемые какие-то Так... Не, ага, пока не надо мне Асх... Так, ну там, походу, кученые в братве Куда? А тут что? Господи, пожалуйста, только в темноте, в темной вентиляции Мне так не хочется, чтобы на меня кто-то выскакивал Если честно Что, это будет капец как страшно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о Пошли... Не, давайте я вас тут перебью. Ах ты, козёл. Маленький. Убогий ублюдок. Ты один здесь? Чё, кто-то есть? Так, не, ну подождите. На нас всё живём. Там один из наших коллег-учёных остался. Слушай. Так, всё. КП, броня, всё полное у нас. Дружище. Ты как? О, Оля. Ё! Я... Я искупался. Я только что, ну, реально, прям, искупался. Это... Оно ж могло меня и схватить. Какое оно мерзкое. Что ты такое вообще? Это кузовы. Так, выключаем электричество. Слышь, а я... Как тебе вообще? Слышь, телевизор могу? А ну, на. Ты не подавишься, не умрёшь от телевизора, нет? Тьфу, говоришь, блядь. Ты что, дай тебе помочь мне курить. Пошли тебе. Нет, тебе плевать. Не, ну, патроны, я не хочу на вас тратить. Ты и гранатами тебя кормить. Вы хотя бы не двигайтесь, вы хотя бы не лазите по потолку, не перемещаетесь, уже хорошо. Ты идёшь? Или ты как вообще? Или ты туда останешься? А? Пошли. Ты тогда смотри, если остаёшься тут, ты... Не подходи к ним, сожрут нахер. Вообще, пошли куда-то, может выйдем, а? Ты пистолет тоже возьмёшь, будешь стрелять. Ну, я в костюме, я буду впереди за мной прячься, там, не знаю. Ну, ну... Тут оставаться тупо, и мне одному страшно. Ну, я понял. Похавать можно, патроны, нет? Так, всё, теперь поход у меня туда есть, да? Так, ну, подождите, а что там было? Значит, там какая-то всё же тайная была. Комната. Я знал, я знал, что это будет. Грёбаный грёбаный грёбаный. Мне напоминают огромных мерзких клещей просто, фу. Тварь. Тварь самая настоящая. Ну, я... Так что, тварь, тебя можно взять? Господи, ублюдок. Ёжа, я могу всё взять, но не его. Я хочу его взять. Почему? Почему? Не получается? Тварь. Иди сюда. Только так, видишь? Только так. Хэнди, гляньте на тихо, уморайся. Жалко ж, вентилятор не работает. Ах... Почему я сам пришёл? Какой, можно самать? Можно. Да, прикольно. Тут физика хорошая. Прошу, фиг, хорошая. То, что соус, скорее всего, надвижёт. У него физика, по-моему, всегда была хорошая. Ну, как... Для его времени вообще. Так. Ага. О, я думаю, сейчас не залезу. Кстати, да. Лазерный прицел на пистолете, он... Включается опционально в настройках, как бы, на пистолете и на всём остальном оружии. А так, я понимаю, можно либо вообще без прицела, либо будет просто перекрестие. Ну, скорее всего, не перекрестие, наверное, вообще не будет прицела. Так, более реалистично, блин. Но так... Так, ну, ты же нацелится часто в Виале. И на мушку, вот, постоянно. Ну, зато так реалистичнее сложнее. Ну, не знаю, если есть возможность включить лазерный прицел, я обычно его включаю. Вот. Как бы, если в играх нет, ну, стреляешь без него. Классно, когда в игре есть обвесный. Можно, наверное, можно повесить лазер. Короче, ну, Виаре-то реально упрощается. И это не что-то, как бы, слишком фантастическое. Это, как бы, ну, реально, как если бы у меня, реально, лазерный, там, цель-указатель на пистолете. Так. О! А шо ты, шо ты, шо ты? Прыгни! Прыгни! Ля-ля, он что там пищит, рассказывает? Маленький мой. Ух ты, тварь! Ну, смотри, как только я разбил окно, он прыгнул. А пока окно было не разбито, он даже не пробовал. Так, там, вот, да? Что-то же брыжет из той комнаты, да? На, паскуда! Они меня очень разоржают. Ну, неотвратительно, мерзкий. Вообще. Блин, там хрящие-то имена. Не, там кто-то кому бить может. Так, застояемся. Ага. Ну, я понимаю, мне вон туда вентиляционную штуку можно пролезть, чтобы что? Чтобы вылезть в этом офисе или нет? Не? А в каком? Ага. Где-то вылезти там, чтобы открыть вот это. Вот, наверное. А, подождите, а чего вот сюда можно прийти? Тараканы. Печальный. Да не прикидывайся, ты козел, блядь. Давай, запью, блядь. Пока ты все устал, да, давай. Что думаешь? Не на того, на фауле. О, фаер. Гори! Ты вырвая. О, леонид, а что там? Позарная терминализация включила? Или мне показалось? Нет, ну тут не включилось, а что? А там? Да, 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 мне не показалось, блядь. Ух ты! Ты че, крыса? А ну давай. Меня на ладо патроны не буду тратить. Давай. Сюда. Ублюдок заморочный. А мне вообще надо. Я вообще... Правильно иди, неправильно. Непонятно. О, ты че, блядь. Алло, Валентин. Я думал, руку просуну, можно по ней попасть. Слышишь? А ну как... Ты че? Ух. Ошалел? А мне че. А ему пистолет-то как лом просунуть. Могу. Ха-ха-ха. Гильза... Как будто будет сыпаться теперь вечно, да? А это... Мне кажется, он просто... Как будто гильза падает вечно где-то. Ай! Смотри, учись силой воли. Я могу пройти сквозь материю. Ха-ха-ха. Ну и кто из нас более крут в артигон? Да. В VRе. Ну, особенно в мотор. Как видите, можно вот так вот иногда слегка отчетерить. Как оказывается. Я вообще первый раз так... Вот как же крут, блин, VR из-за этого. Как же вот, ну, реально, VR, игры, вот это не просто вот даже то, что вы там ходите и можете ходить, находиться внутри игры непосредственно как бы в этих местах, как в реальной жизни находитесь. Вот как будто вы туда реально пошли, поехали, оказались, да? Вы можете намного больше вещей делать, чем вот в обычной плоской игре, которую вот, ну, Half-Life, вот это тот же, это одна и та же игра. Это не по-другому сделано, но взять вот первый Half-Life, да, второй Half-Life и VR-моды. Но флот, это очень ограничено определенным набором анимаций, скриптов и там, ну, действий, которые заложены к персонажам. А здесь вот столько всяких, ну, нестандартных вещей можно делать, что это вот просто так. Для меня, абсолютно другим уровнем гейминга делает это все. Ну, во всяком случае, лично для меня. Так, а теперь давайте сохранимся и будем надеяться, что нас не убьет током. Вот. Хорошо. Хорошо. Он вас не видит пока. Он сейчас на меня прыгнул, я, ну, спалился туда. В реальности упал бы через ногами, через диван. Здесь, короче, могло быть. Он, слава богу, нас не увидел. Не почуял, не понял. Ух, как они, вот здесь, че-то, тут с ними воевать? Это прям, кошмар. Они, фу, они такие, меж. Это, это, это совсем не то, что на экране на них смотри. Плюс, зырка, я терпеть не могу клещей. Как, по-моему, это просто огромный клещ-переросток, урод, блядь, инопланетный, фу, мразь. Узнали бы, как я. Как я напряженно и прищуренно вот выглядывал сейчас из этих углов. Да, порой, порой ярыгры реально могут действовать на нервы. Пытать ваши нервишки и реально возвращать какие-то чувства и эмоции, которые давили, не знаю, там, хоррор, страшные игры, фильмы, не знаю, там, в детстве. Реально, когда вы были маленькими. Это, это круто. Когда, если оно вот только доставляет такие эмоции, это значит, оно реально настолько вызывает ощущение реальности у мозга и у вашего сознания. Так, сейв. Хочу еще раз налазить. Что у нас, собственно, здесь? Собака смотрит телевизор? Я не знаю, куда я выстрелил все патроны, но я думаю, эта собака будет все тупить, как те две предыдущие. И вообще, она вообще была увлечена телевизором, собственно. Вот. И никак не будет на меня реагировать. Да, это я уже выстрелил в шпатроны, я думаю, только перезарядился. Вот. А еще эти, по-першему, клопы, клещи. Когда вот в VR-е противники резкие, шустрые, когда они к вам особенно кидаются когда-то в лицо, оно все время инцентивно вызывает, ну, реакции, уклонения, движения. Ну, как бы, когда вы еще параллельно находитесь, как бы, в двух мирах сразу, вот, и в реальном мире у вас есть физический объект, можно и навернуться, можно и что-то сломать, разбить. Или себя полопать. Да, увлекательное зрелище у тебя тут было. Э, это же закрыто, да? А, 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 ничего я вообще сюда вот пришел? А, вот, куда-то еще можно отправиться. Ага. Этого я не... Э, блин, я точно не могу понять, куда идти по основному сюжету? Куда идти по как бы этому? По бочным занятиям всем. Ну, ладно, изучаем. Все доступные места. Ой, господи. Вернулся, как будто это опять как-то краб. Давайте только... Ха-ха-ха. Я вас чую, твари! На. На. Сдохни, тварюка. Хэт-крабл в вентиляции ненавижу. Я немножечко извиняюсь. Я хотел тебя прикрыть, кто-то за тобой гонится Вот, я тебя и прикрыл, братишка Но Кто тебя расстрелял? Ой, это турель Турель, убей их, не меня О, молодец турель Давай, давай, давай Ну, этого можно было и пораньше Это у меня аж неприятно стало Когда он ко мне подлетал А меня ты тоже, да, будешь подлетать? Ну, короче, да, меня она пытается убить Я Я не знаю, что делать Ну, турели я не хочу Пока Пока есть какой-то другой путь Давайте попробуем его Ну, как всегда, кажется, есть основной путь Мне туда и надо Как всегда Сейчас наша флага заливает Так Ой, ой, ой Он меня домашнул Ты видишь, я как бы занят Я понимаю, что ты меня завёшь Но ты как бы либо помог его убить Либо, ну, не отвлекал от стрельбы Братишка Я понимаю, что у всех нас тут шок Ну, надо действовать, логично Ага, ага, ага Ох, ты какой, ляд И ты меня видишь И я тебя вижу Прикинь, какая у нас ситуация С тобой На, колдун Так Вартигоны ноль Гордон до хера Ну И Ты как бы, ну Да Ты мне яв Да, чувак, он бы тебя сожрал Запомни В следующий раз Не сомневайся Если видишь такую тварь Убивай Либо беги Ты понял меня Ну, ты внимательно вообще слушал По твоим глазам Бери ключ, вон, блять Ножовку бери И режь, пили А лучше пистолет у тебя вообще должен быть Ты же охранник Ну, как-то так, да Обидно так, что твоим другом, конечно, получилось Но он уже тебе был не друг Это уже был не он Запомни мои слова Да, если сильно часто стрелять одной рукой Ну, лазер Пробенно сильно Кидает, и он не так быстро Возреков человек часто стреляет Если, ну, лазить тупо Будете промахиваться Но я немножко паникую, когда этих тварей вижу Так, собственно Вау Я хотел сказать, братан, вон, я вижу Второй ствол, хватай, у меня есть Я возьму чисто патроны, ты бери пистолет и пошли вместе Как-то Ты же не ученый, ты же все же охранник Ты знаешь, как обращаться с оружием У тебя даже бронежилет хотя бы какой-нибудь есть Ну, а я вот это вот Ну, шо-шо Но, я так не скажу Потому что это другой пистолет Это Это не Наше стандартное оружие Это Магнум Да Как его выбрать Вот так Вот этот Наш новый красавец Посмотри на него Вот этот Малыш Должен отлично сносить головы Ну Патронов у нас Две обоймы Двенадцать штук И он Беречь Беречь на кого-то Помясистей Так А куда мне, собственно, дальше надо двигаться? Мне либо вниз надо сладить Ну, скорее всего, мне вниз, да? Мне куда-то сюда нужно Я так думаю Хотя, хотя Опять же, не факт Потому что, если честно Каких-то прям проходов внизу Я не вижу Ну ХП Броня полная Проходов Никаких Я здесь не наблюдаю Есть у меня подозрение Что все же Туда К Туэрели Наш путь Лежать и будет Потому что здесь Милые партигоны Красноглазые Четырех Три маленькие глаза И четвертый Один большой Что вы Кто вы Откуда вы Вообще Кошмар Ну Эти двери Все без ручек Точно не открываются Как я понял Да Значит Нам Нужно будет Собственно Дальше Двигаться Туда уже К Турели И пытаться Как-то через нее Проскочить Братишка Вот ты с нами Пойдешь Вентиляции Знамьяна Не полезешь Но этим мы уже Займемся В следующем серии Надеюсь Вам так же Как и мне Нравится Это путешествие В виртуальном мире Half-Life Круто Реально круто Проходить проекты Которые ты Никогда не проходил Это Знаете Две такие большие Так На мгновение Был какой-то Непонятный Сбой Невозможно Отслеживать Это такое У меня уже Один раз Было В прошлой серии Как раз Я не знаю У меня такие Показы боя Были Вот только Когда я играл Half-Life Я не знаю Что-то иногда Происходит Вот И говорю Это Две абсолютно Разные вещи Когда ты проходишь Проекты Которые ты проходил Которые ты знаешь Твои любимые проекты Это одно Ощутиться там В тех местах Которые ты знаешь И любишь Но увидев их В реальность Побывать там В реальной жизни Как будто Физически Оказаться там Телепортироваться Пройти в портал В другой мир И то же самое Но игры Которые ты не проходил И ты не знаешь Или очень плохо знаешь Это вот И вот Ну Вот тогда Есть вот эти вот Реакции Особенно Ты пугаешься Ты чем-то Действительно Впечатляешься И шараха И все И прочее Потому что Это все Вновь И все происходит Вот опять же Как в заправе И это реально круто Надеюсь Это все так же нравится Как и мне Жду вас В твоих следующих видео Ставьте лайки Если вам нравится То чем я занимаюсь Пишите комментарии Если есть вопросы Или желание Просто пообщаться И всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok